Ну что, добрый день! Сегодня необычная тема, необычный эфир. Да, действительно, многие слышали, что я занимаюсь психоделической терапией. Мне интересно развивать эту тему в научном контролируемом ключе. Психоделическая имеется ввиду, да-да, вот это вот противоречивые психоделики, психоактивные вещества. В первую очередь это псилоцибин, ЛСД, ну и туда относят кетамин, который по сути своей вроде не относится к психоделикам, но он может использоваться как психолитик, так и в психоделическом ключе. Отдельное там видео, почему галлюциногены, почему психоделики, есть у меня подборки на эту тему, чуть-чуть больше и глубже понять, можете запросить. Так вот, сегодня шок. Шок от того, что я услышал уже в человеческом формате интервью людей, на чьи исследования я ссылался, чьи статьи я читал. И во многом то, что они делают, я продолжаю, все еще продолжаю уважать. И все-таки я рассчитываю на то, что вот эти самые дабл-байн стадис, дабл-байн стадис все-таки реальны и по большей части можно доверять их результатам. Но в общем-то вот этот формат книги в формате интервью немножко раскрыл их как людей. Итак, немножко предыстории, да. Я никогда не увлекался наркотиками, хотя всегда был окружен людьми, вот этими творческими, где все это ходило. Мне спрашивали, что-то у них очень интересно вообще. Но многие знают, что у меня и так очень широкий диапазон эмоциональный. И в моем опыте, как опыте духовных практик, психотерапевтическом всегда было достаточно вообще. И возможности раскрыть свой потенциал, там, и расширить свое сознание, это для мне знакомо. Тем более, ну, многие знают, что я насколько глубоко в дыхательных техниках, которые как раз работают похожим образом. Поэтому у меня никогда не был энтузиастом этих веществ. Но глядя трезво с клинической стороны, со стороны психотерапевта, в какой-то степени критично ученого мировоззрения, все-таки, ну, все-таки я видел в этом большой потенциал. И с досадой смотрел на то, что политическая система просто вот нет и все, даже исследовать нельзя. И мне всегда... Я прошел свой курс в США addiction study, ну, типа, по работе с зависимыми. И там были очень честные преподаватели, которые говорят, да, действительно, в этом вопросе больше политики. Проблема в разных культурах преподнесена по-разному, она есть. Но доверять мейнстримовой точке зрения неразумно, глупо. И, в общем-то, в общем-то, это и подтверждалось-то позже. Сейчас, секундочку. Вот, кое-что выключить. Вот, надеюсь, что продолжается видео. Да, так вот. Почему заинтересовался в свое время? Были предыстории, основания, но в общем. Когда я увидел, какой мощный эффект может возыметь одна интенсивная, одна сессия, одно переживание псилоцибина, я подумал все-таки, ну, что там очень сильное происходит. Почему не исследовать возможности безопасное применение? Я очень трезво относился, без избыточного фанатизма, к тому, что происходит. Потому что видел людей, которые регулярно принимают, регулярно там катаются в Перу за Айаваской. Вот это вот, туристы вот эти, которые там говорят о вот этих вот духовных переживаниях. Я относился всегда скептически, потому что они рассказывают. Оказывается, что то, что им там открылось, зачастую я говорю, что было тратить столько времени и денег на поездку. Психотерапии это открывается очень быстро. Дешевле обходится. Точнее, прицельнее. Мало того, риски, дискомфорты, потери денег. Ну, то есть, не стоит оно того. Иногда, конечно, я замечал, что люди изменились кардинально. Но по большей части особого, то есть, особого эффекта я не видел. Я видел то, что было у меня на глазах. Люди годами в этом купаются, рассказывают, как это их продвигает, как они просветляются. Но принципиальных изменений нет у большинства людей. И поэтому я немножко так скептично относился. Но когда вот я примерился, я на себе попробовал. Да нет, оно очень сильный процесс. У него большущий потенциал. И умно его использовать корректно. И когда я беседовал с людьми, там, тем, кто вот это вот катается, принимать айаваску, там, у кого был свой опыт. Многие соглашаются. Говорят, да, если бы была вот эта определяющая, направляющая психотерапия, и потом мониторинг, и потом работа с результатом, скорее всего, оно бы дало намного больше, а не только эмоциональный всплеск. И это подводило к мысли все-таки, ну, как не пользоваться. И вот, значит, сам отдельно, лет восемь назад я увлекся этой темой. Я создавал свои контексты для исследований применения. И, в конце концов, решился работать с людьми. Жесточайший отбор. Я не работал с людьми, которым нужна клиническая помощь принципиально. Мне жесткий отсев, это было сокрыто. Вот, меня потрясло, когда через несколько лет люди начали вот открыто вот приглашать себе на вот эти ретриты по айаваске. Насколько они смело к этому относятся. И юридически, и ответственность вообще. Вот, я-то давно стал, еще раньше в психотерапии, в клинической сталкивался. С тем, насколько интенсивной может быть реакция на психоделики. Просто раньше это было меньше айаваски. Было раньше больше связано с другими. С ЛСД и с кетаминовые эффекты были у нас. Даже от вот этой припудренной марихуаны достаточно частенько именно психоделический, психотический эффект был такой, серьезненький такой. Да, так вот. И все-таки, все-таки обратили внимание, что есть те сферы воздействия на нервную систему, на психику, на то, чем мы живем, в которые обычная терапия или медицина не попадает. Или попасть в нее могут только те, кто в этом специализируется. Ну, там я работал на грани с дыханием и часто, чаще мог попасть в эти сферы, вот на этот уровень взаимодействия. И тут несколько лет назад открывается, что оказывается, даже несмотря на запреты, даже на исследования, оказывается, в моду входит эта тема. И ряд институтов, институт Хопкинса вообще, уже достаточно долго проводят исследования, получают результаты, уже выходит мейнстрим. Да, конечно, все это ограничено и все исследования об эффективности применения психоделиков в психотерапии. Не путать с духовными целями, развлекательными, там вот этими исцелением шаманским. Получили конкретные, четкие результаты. Хорошие результаты, лучше, чем психиатрия и лучше, чем психотерапия, даже вместе взятые. Потом, когда пересмотрели, я пересмотрел уже материалы и оказалось, что то, что мы воспринимали, что результаты лучше, не совсем в том дело. Лучше распространяли люди модные, энтузиасты, которые хотели привлечь к идее, да, психоделики спасут всех, энтузиасты такие. Вы знаете, волосатые все, в наколках вот этих очень духовные люди, не совсем здесь. И немножко вызывают недоверие и субъективизм. И, как оказалось, неспроста. Потому что оказалось не совсем так. Если там психотерапия помогает там эффективно 30% людей с депрессией, антидепрессанты 30%, ну там постоянно хорошо помогают полностью. Вместе помогают там процентов 70, допустим. Психоделики помогают не всем. А они иногда помогают тем, кому не помогает ни то, ни другое. С чем я уже успел столкнуться в своем клиническом мире? Действительно, были люди, у которых были прорывы именно после психоделиков. Тогда, когда психотерапия, медикаментозные методы не помогали. Это не значит, что психоделики более эффективны. Это значит, что они иногда попадают там, где не попадают психотерапия и медицина. Но это не вопрос того, что они более эффективны. Я надеюсь, вы понимаете. И этими подтасовками энтузиасты пользуются. И я не враг энтузиастам. Я враг того, чтобы смотреть на все полувзглядом. Подгонять под свои нужды. И я начал видеть то, что сквозит между строк. То есть, понятное дело, что пропагандируют все спасительные возможности Айаваски. Те, кто причастен к ее продаже. Потому что большой бизнес. Офигительный. В общем, большой бизнес для шалопаев и бездельников. Люди, которые... Большая часть вот этих вот там целителей, шаманов, гуру. Это, ну, как бы бывшие шалопаи и бездельники. Которые ничего в жизни, в общем, не создали. И вдруг им... И вдруг оказалось, что это просто у них был духовный путь. Они просветлели и стали шаманами. И поняли, что это все было правильно. Мало того, говоря о шаманах там в Перу, к которым ездят. Мы же тоже не знаем, что это за люди вообще. Ну, выгодный бизнес. Вот очень хороший. Обычные деревенские ребята. Обычные деревенские ребята, которые поняли, что гринго ездят за этим веществом. И можно разыграть для них красивую игру. То, что они хотят видеть. Сделать духовный взгляд. И они будут с радостью верить, что ты их спаситель. И я неспроста так очень критично настроен. Дело в том, что, несмотря на огромнейший потенциал возможностей использования психоделиков для разных целей. Я не противник развлекательных целей, рекреационных, не противник духовных целей. Но вот эта вот путаница и так много лжи и заангажированности делает ее в разы более опасной. Но, как любое интенсивное средство, оно взрывоопасно. Оно мощно. Оно дает, в общем-то, очень серьезные последствия. Так вот. Все оказались заангажированными. Одни в надежде на то, что этот метод их спасет. Они просто становятся, вот в этой книге даже использовался, евангелистами новой религии. И они начинают нестись с ней в какое-то магическое мышление, надеясь, что это не только придаст им значимости, но еще и привлечет внимание. И там поможет это сделать более легальным. Ну и, в общем, и же с ним. У каждого читалась какая-то подспудная выгода и идея. И я замечаю, что везде, где идет вот этот вот интерес, пропаганда, везде столько искажений информации. И это не ведет к тому, о чем мечтаю я. Об честных, объективных исследованиях. Об непропаганде. Об отказе пропаганде, что, о, это здорово. Не подпитывать вот этот нездоровый интерес. Я не назову людей наркоманами. Но пустые надежды и рисковые вещи и те люди, которые вот организовывают себе вот эти церемонии, которые там другой мой знакомый, который там Курандеро называет попойками. Неспроста это вызывает возмущение. Потому что, по их счастью просто это не попало в поле зрения органов внутренних дел. Потому что это, ну как бы, это серьезный наркотический оборот. И у него, на самом деле, объективно, есть очень серьезные риски. Особенно, если этим занимаются люди, не отвечающие ни за что. Без, это не только потому, что у них нет образования соответствующего. Это не потому, что они не могут отсеять людей, которым нельзя это делать. Они не могут, не могут знать, что их фантазии не помогут им. В случае, если у человека в соответствии распакуется что-то. То ли там психологическая травма, то ли психотическая компонента. Психоз, шизофрения. Они не знают, как определить, как отсеять и как корректно взаимодействовать. Максимум задуть рапе. Что изредка успокаивает. А, как оказалось по факту, табачные эффекты, как оказалось по факту, еще к смерти приводит. Офигеть! Ну, знаете, да, основной ингредиент рапе, кто знает, многие знают. Это табак. Именно на фоне айаваски. Вплоть до смертельных исходов. Опа! Вот. А некоторые думают, что это спасение. Ну, почему в этой сфере, несмотря на интенсивность всего, ну, как-то вот она не попала в поле зрения исследований по ряду причин. Это рисковые вещи. Вот. И поэтому этим энтузиазмом, этим интересом, этой надеждой на легкое быстрое исцеление, конечно, спекулируют многие. И я сторонился странных людей, там, энтузиастов. Те, которые, там, любят говорить с горящими глазами, там, у них, там, куча часов налета вот этих вот веществ. Они, когда с ними общаешься, сразу тебя, там, начинают оперировать, а сколько ты принимал, а какие дозы и так далее. Это я понимаю, что они как бы заангажированы уже, не объективны. И не свободны ни от энтузиазма, ни от враждебности. Что я считаю важнейшим качеством. И сегодняшний шок, когда я слушал вот эту вот самую книгу, уже от ученых, которые следовали, которые ввели психоделики в сферу не только исследований, но и лечения. Которые даже продвинули вот этот МЭПС, да. Он двинул вообще МДМА вплоть до одобрения ВДА. Им удалось доказать объективность исследований. И тут я слушаю, уже обычно же я читал статьи, теперь я слушаю интервью, и тут я слушаю, блин, они такие же предвзятые. И они также искажают реальность, искажают факты. Не то, чтобы они обманывают, не недосказывают. Они преувеличивают эффективность, преуменьшают небезопасность и риски. И умалчивают тупо о вещах, с которыми, ну, я, очевидно, столкнулся. И не только в клиническом мире, а в мире, в который я, ну, как бы попал в моем окружении. И это, конечно, меня потрясло. Я думал, что у нас существует, ну, как бы, мир единомышленников, которые разделяют ценности, ну, объективности критичного мышления. Но то ли в процессе борьбы они стали политиками, борясь с системой, они сами стали играть с политикой. То ли еще, то ли изначально, они сначала были, не знаю, энтузиастами, наркоманами. Там, ну, в данном случае, наркоман не тот, кто зависимый, а тот, кто верит панацею. Оно нас спасет и начинает преувеличивать эффективность и преуменьшать риски. Мне давно еще вот напрягло, еще два года назад, когда вот это все начало открываться, движняк пошел. Я начал копаться во всем. Форумы, TED-выступления, потрясающие речи. И как-то вот тема рисков, совершенно очевидная для меня, как-то она вот игнорят. Я попытался, значит, на вот этой аудиоконференции с этой темой влезть, и меня как-то так вытистили, замяли. А что меня не вывел? Вот смотрите, у меня вот какой уже опыт хороший, интересные вопросы. Причем мой формат, который развивался вне направлений, развиваемых, ну, Хопкинсом, тем же самыми МЭПС. Именно сеттинг, обустройство, ну, как я его расценил, он намного более продуктивен, с большим потенциалом. Просто, что я не работал с людьми с диагнозами, и в соответствии не мерил вот эту самую, не мерил вот это изменение. То есть, ушла болезнь или нет? Ну, нифига себе, конечно, нас потрясло, когда они показали такие рейты по исцелению большой депрессии. Это очень, очень, очень трудно исцеляемая болезнь. Даже со всеми потрохами психотерапии, с медикаментозным лечением. И методы зачастую эффективны сами по себе, но болезнь искажая, влияет на человека так, что он не может долечиться как следует. В то время как психоделик работает быстро, дает мощный, осязаемый, быстрый эффект. И это, конечно, подкупало. Но, вот, оказались есть основания не доверять всей информации, которая исходит из тех людей. Потому что, если человек не открыт, не искренен, как ученый, именно не оперирует научным мировоззрением в интервью, можно сомневаться, насколько он честно обходится с исследованиями. Не подтасовывает ли он так же само факты? Так что, снова, оказывается, не будет эта тропа продвижения и исследования такой быстрый, как я хотел. И, о, есть уже результаты, которые можно оперировать. Теперь придется все это лопатить, присматриваться к исследованиям, видеть, есть ли сомнительные места в них, к сожалению. Ну, а те, кто увлекается энтузиастов, стряхнуть лишний раз, говоря о том, что, во-первых, есть риски. Во-вторых, есть риск на энтузиазме делать это бестолково, непродуктивно, не понимать, что происходит. И, в общем-то, относительно новые исследования подтверждают, что многие концепты, с которыми используются, модные концепты, особенно в этом целительстве с помощью грибов и айаваски, многие концепты, в общем, очень серьезно можно подвергнуть сомнениям по своей эффективности и даже нездоровым компонентам. То есть, они могут помочь дать облегчение вспышку, но, учитывая вот эту гипнабельность, ну, которую можно объяснить, гибкость, они могут нагрузить человека новыми невротическими концептами мира, которые на большой дистанции могут отяготить жизнь и не облегчить ее. И то, что пришло мне, когда я проанализировал жизнь людей, тех, кто меня окружал, тех, кто давно в этой сфере, безусловно, я уже в свое время рассказывал, а, в записи нет этого, я уже рассказывал о том хорошем эффекте, который я увидел в комьюнити, да, в общностях, где это норма. То есть, я предположил, что есть доля открытости в психоделическом опыту в очень хороших результатах, эффектах на фоне вот как отличаются люди из этих общностей. Как они взаимодействуют, как они создают свои проекты, вот в этой открытости, гибкости ума. Для многих силиконовая долина ассоциируется с интересом психоделиков. В этом есть что-то, но мы думаем, что психоделики действуют так. Ну, типа, человека, там, для высоких, необычных, нестандартных интеллектуальных задач нужно встряхнуть мозг, и иногда он при этом работает эффективнее. Некоторые обращают внимание на дофаминовый, эпинефриновый, особенно серотониновый компоненты, которые тоже могут встряхнуть и заставить мозг работать лучше. Ну, в принципе, как вот там, все эти взаимодействия улучшают работу мозга. Это правда. Но я еще заметил другие вещи. Что эти люди, вот посмотришь на них, и они как будто не стареют. Как-то не стареют и сохраняют вот этот вечный подросток. Заметил еще такие вещи, как они, если они уже создают, если это не вот эти вот наркоманы, которые независимые, а наркоманы, которые используют психоделики вместе с духовной хиротенью для того, чтобы прятаться от жизни. Я о них не говорю. То есть, они там себе обретают ценность, смысл, не меняя свою реальность. На самом деле, прячутся. О них я не говорю. Я говорю о тех, ну, людях, у которых все-таки это приводит к креативу или обслуживает их здоровую личность, а не становятся ее центром, делая ее больной. Говоря о них, конечно, видно, что там действительно то, что духовные люди назвали об этом меньше влияние эго, опыт выхода за пределы, опыт чувства целостности с собой, с миром, с людьми. Действительно, научают их в работе, в своих проектах принимать важность, ценность того, что я делаю, свои миссии, свои ценности. Облегчают взаимодействие с людьми, научают принимать людей такими, как есть, гибче в общении, в коммуникациях. И я видел многие проекты этих людей классные, здоровые, они не ломаются, потому что люди слишком невротизированы, обижены, напряжены, они становятся более гибкими. Ну что, в общем, можно связать с нейропластичностью, о которой мы и говорим, про воздействие психоделиков и даже кетамина. Активность пятого уровня нейрокортекса ассоциируется с нейропластичностью. И даже, Ян, вот это, ну это я правда услышал, Яна, вот я смотрю, ты слушаешь, слушаешь, даже с нейрогенезом. Интересная вещь, ну это доктор Дюссельдорф, очень прикольный, вот ему я доверяю. Он не показал никаких, скажем так, не дал никаких поводов для сомнений, что ли, в своей объективности. Во всяком случае, за период интервью. Скептику от скептика, так, тут еще вопрос причины следствия. Но, может, они психоделят, потому что обладают открытым мышлением, а не наоборот. Да, я бы обратил на это внимание, но в наше время это вот как бы веяние времени психодел, оно не отдельно. Если там люди более старшего моего поколения, у нас был выбор, то люди, которые подошли вот к теме моды, постмодерновая тема, то есть креативность, развитие, новые проекты, раскрыть свой разум, все это как в комплекте уже идет теперь. Ну, да. То есть, я успел заметить на этих поколениях, что есть люди, которых там конопля сделает, потому что в Америке, наверное, падхает вот это, давай поржем. А есть художники, которые под коноплей начинают создавать удивительные вещи. И это всего лишь конопля, ну, марихуана, ну, с точки зрения психоделика всего лишь, хотя ее относят тоже к психоделикам, потому что она не дает осязая видимых галлюцинаций в большинстве случаев. Ну, может давать, даже не припудренные. И давать соответствующее расстройство психозы тоже может. Ну, и в соответствии, да, из чего человек состоит, то и раскрывается. Ну, по сути, да, психоделик, раскрытие души. Вот, и в соответствии душа раскрывается, показывается и развивается в сторону того, какого она является, в свой потенциал. А, скептик, да. Что там Катя? Так, а быстро, в какой промежуток времени, если во время затяжной депрессии перестраивается много систем, в том числе мышление и мировоззрение, это понятней, даже не представляю, как это может перестроиться мгновенно. Там мгновенно есть отсязаемый результат. Их протоколы показывают такие несколько сессий на протяжении достаточно большого периода времени, нескольких месяцев. Там несколько, я читал, слушал про несколько форматов, как это делается. То есть, психотерапия сначала. Это не делалось, в принципе, вне психотерапии. То есть, сначала психотерапия, как минимум, там, причем нет четкого алгоритма, я не увидел четкого алгоритма, какие компоненты психотерапии, кроме как, ну, очевидные вещи, да, помочь человеку понять, что с ним происходит, распознавать мысли, эмоции и поведение, сформулировать, так в чем же, собственно, проблема, где эти дисфункции и поставить задачи, как минимум. Уметь выдерживать эмоции, понимать их, называть и выдерживать их, ну, это минимум. И когда уже после подготовки прошла первая сессия, потом мониторинг, созвоны, беседы, обсуждение, что получилось, какие пошли изменения, проходит период месяц, несколько месяцев, еще сессия и третья через время. В данном случае терапия минимальна, но все-таки она необходима, она есть. Да и в общем-то, когда говорят, это не терапия, это как бы предварительное интервью и мониторинг, но по сути это тоже терапевтическое влияние. Во-первых, подготовить, настроить, создать атмосферу, это терапия. Сориентировать на результат, это уже терапия. Человек ждет, что с ним обсудят результаты и он в голове, у него уже запускается механизм. Что со мной произошло, как я это назову, как я это сформулирую. И он выстраивает доминанту. Я здесь исцеляю то-то, 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 то-то. И поэтому нельзя сказать, что это было свободно от психотерапии. Это тоже терапевтический эффект, в отличие от рекреационного или духовного переживания, где зачастую не создается именно терапевтического эффекта на целесообразность, а создается скорее сакральность, интерес и все прикольные переживания и открытия приветствуются. Они скорее расширяют вот тот мир, в который человек открывается. Тем не менее, этот эффект нередко тоже имеет очень полезные последствия. И тоже иногда уходят симптомы и даже расстройства. Бывает, что это разовое применение, но далеко не для всех. У меня уже на фоне моего опыта психотерапевтического и относительного опыта в работе с психоделиками сложилось представление, почему и как. У одних это бабах и все, одна сессия и то, что не получалось в терапии, бабах, получилось. У других типа, ой, сильные переживания, инсайты, все дела, но в общем-то принципиально ничего не изменилось. Ой, Яна, делишься, спасибо. Склонность к депрессии, не знаю, стоит ли читать вслух. В общем, вопрос о депрессиях. О, вот кстати, благодаря тебе меня встряхнуло, я заметил эту тему. При склонности к депрессии иногда психоделик срабатывает таким образом, он первый раз в жизни дает человеку опыт базового благополучия. Первый раз в жизни я чувствую, что со мной все в порядке по умолчанию, ничего не нужно специально делать, заслуживать, как-то меняться. И иногда, это первый раз в жизни у человека. Всегда все хорошее, были хорошие состояния и так далее, но не связаны были с заслугами, достижениями, облегчением, избавлением. Но не было вот такого опыта, ух ты, со мной все в порядке, вот этот серотониновый рай, вот этот вот. И иногда он может исцелить полностью, вот включилась эта настройка и ее уже как бы наша нервная система знает. Иногда она становится переходным, ну как ты описываешь. Я, конечно, может по-своему изменил смысл того, что ты рассказываешь, но это зато передает один из эффектов, который может быть не связан даже с грамотным обустройством психотерапии или там с каким-то антуражем духовным или без него. С большей вероятностью это произойдет при правильном сопровождении, но это может и произойти и без него. Но есть вероятность, что произойдет что-то другое и не даст ему произойти без грамотного обустройства, сеттинга так называемого. 1500 сессий. Да, и я, наверное, рад, что ты оказалась со мной здесь, потому что я считаю, что ты со мной на этом кораблике. И поделюсь с тобой, что, в общем-то, союзников оказалось не так уж и много на этом корабле. То есть союзников много, но вот те, кто разделяет вот эту самую научную объективность, оказалось в разы меньше, чем я рассчитывал. Вот об этом. Так что придется ковыряться глубже, придется ковыряться глубже и в статьях, которые читаем в исследованиях, и фильтровать все это. Ну и, возможно, участвовать в этом движении. Трясти их, сука! Будьте объективными! Хватит нам энтузиазма! И, честно говоря, вот это, конечно, меня, блин, это меня встряхнуло, расстроило. Ну, слушайте, ну, процентов 70 вот этой книги, в которой должно писаться о психотерапии или как медицине, да, ну, больше там про психологические эффекты, упоминалось, что ей нужно упоминать еще и другой медицинский эффект. Вот, но так больше это о психотерапии, немножко, как это, духовном целительстве. И упоминалось, а ведь есть же еще и медицинский эффект. Так вот, да, кстати, вот мы упускаем вот эти детали, которые могут определять. Ну, так вот, процентов 70 вот этого произведения были критикой политической системы и психиатрии, либеральным пиздежем. Я сам, ну, склонен к либеральному мышлению, но вы же, ну, книга не об этом, на самом деле. И призыв книги не давайте энтузиасты верить в психоделики и двигать легалайз. Мало того, неприятно то, что этим подходом они плюют в колодец. Потому что, ну, как бы это отталкивает, даже меня это отталкивает. Я думаю, ну, неспроста ФДА им не дает таких, таких свобод, даже в исследованиях, даже контролируемых. Потому что даже вот в интервью я слышу, ну, как бы, как бы вот эти вот выкручивания фактов, подтасовки, преувеличения, преуменьшения, территорические приемы. Да, я ожидаю их от политиков, но я не ожидал их от ученых. И тем более для меня там это была идеализация. Ученые, именно те, кто в авангарде науки следует психоделики, должны быть еще более объективными. Ну, в моем мире, в моем представлении. Ну, вот такова реальность. Остается надеяться, что именно инструменты научного фильтра, которые не дают сделать вот закрытым, любой эксперимент закрытым в лаборатории и непроверенным, дадут нам, возможно, все-таки чем-то хоть объективным оперировать. Вот, и хотел бы еще интересную идею поднять. Некоторые факты, если и на них не обратить внимание, могут остаться висеть в воздухе. Но если обратить внимание, они могут, в общем, дать целый виток развития и возможностей, и понимания в этой сфере. Это факт о том, что до сих пор говорят о том, что, возможно, сам опыт, сами видения, сам контент не принципиально важен. Возможно, биологический эффект важнее. Я, как психотерапевт, очень люблю работать с контентом, то, что всплыло. Но идея того, что хорошие результаты получаются и у тех, у кого, кто не понял своих видений, у кого были переживания, скорее, дискомфортные. И получается так, у кого был кайф и приход, и те, у кого было херово, получают с точки зрения симптоматики похожий эффект. И я хочу это оставить для энтузиастов как задачку. Почему я на этом обратил внимание и что мы из этого можем понять в контексте этого, как это работает и как этим пользоваться, как организовывать. Это дают подсказки интересные, если заметить. Ну что же, на сегодня достаточно. Спасибо вам, что были со мной. И буду рад, если вы бы от себя напишите, зададите вопросы на эти темы. У меня уже снято несколько видео. Еще мы планируем цикл интересный. Если интересно, запросите, будет вам ссылка. Яна, вот она, вот тут в комментариях пишет. Она тоже со мной в этой теме. И у нее есть свои видео. И она даже была на конференции и сняла свой отчет по именно научному подходу, научному видению психотерапевтического эффекта психоделиков. И отчет об этой конференции тоже. Ну и есть телеграм-канал, по понятным причинам телеграм-канал, потому что он шифруется лучше, в котором эти темы обсуждаются. Сразу предупрежу, не люблю этого, вот этого пропаганды эгегей, восторженных речей, как психоделики спасают. Как будто кому-то нужно доказывать и указывать. Не то, чтобы я считаю их вредными, но они просто устарели. Они не нужны сейчас. Сейчас интереснее уже смотреть глубже и точечеснее. А чем конкретно можно помочь? А что можно сделать навстречу тому, чтобы это было доступно? Как это реализовать? И если интересует именно политический аспект, как полезно будет двигаться в сторону легализации исследований, корректного подхода, это мне интереснее. Ну и, конечно, там все полезные факты. И о том, что в психотерапии открылось, и про психофизиологические эффекты, про полезность, про риски, опять же. Про то, что происходит, правда, про то, что происходит в культуре психоделиков и людей, которые увлекаются. То есть, там важнее объективность, научное видение и терапевтический эффект. Ну и структурное понимание. Так что, если интересует, напишите. Я вас приглашу в соответствующую группу в Фейсбуке, в Телеграме и подборку видео на Ютубе. Спасибо. До новых встреч.